Девяносто лет назад в окрестностях села Волочаевки началась последняя битва гражданской войны на Дальнем Востоке. 10 февраля на вершине сопки Июнь-Карань была освещена часовня в память всех погибших во время бродоупийственной войны. В последний раз молитва здесь звучала при отпевании погибших в боях. Это было 90 лет назад. Теперь рядом с мемориальным комплексом открывают часовню, которая должна стать символом примирения некогда враждующих сторон. Казаки, школьники, ветераны, представители власти, общественности и церкви собрались на Волочаевской сопке, чтобы возложить цветы на братскую могилу. По разным данным в бою с обеих сторон погибло от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Кто из них белый, кто красный, определить было невозможно. Поэтому лежат они теперь вместе. Часть похоронили в братской могиле на вершине сопки, часть у подножия. Здесь нет победителей и нет героев. Здесь лежат обманутые русские люди, которых не примирила даже смерть. Теперь на месте их последнего боя установлена часовня с иконой, которая называется «Умягчение злых сердец». Праздник Сретенья Господня ежегодно отмечается 15 февраля. Название праздника Сретенья означает «встреча». Поводом для его установления послужило предание о праведном старце Симеоне, жившем при Иерусалимском храме. Работая над переводом священного писания на греческий язык, он усомнился в словах из книги пророка Исаии о том, что Спаситель родится от Девы, и хотел исправить текст. Тогда ему явился ангел и сообщил, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнение пророчества. На сороковой день после рождения младенца Христа Дева Мария и праведный Иосиф принесли его в Иерусалимский храм. Симеон, которому к тому времени исполнилось уже 360 лет, узрел в младенца Спасителя, возблагодарил Бога за избавление от тягот земной жизни и умер. Сретение Господне – один из древнейших праздников христианской церкви. Первое свидетельство о нем относится к IV веку н.э. И сегодня он учит нас той истине, что Бог всегда верен в своих обещаниях. В народной традиции праздник Сретенья – это еще и перелом зимы. В народе этот праздник еще рассматривается как встреча зимы и весны. Так скажем, церковных корней этого нет, но народные приметы и процессы, происходящие в природе, они дали еще новое осмысление данного праздника. Праздничное богослужение в храме святой мученицы Татьяны возглавил епископ Бекинский Ефрем. И да будут милости великого Бога и спасла нашего Иисуса Христа со всеми вами. Владыка-проректор Хабаровской духовной семинарии служил в Татьянинском храме не случайно, ведь праздник Сретенья – это еще и день православной молодежи. Сейчас у нас очень много праздников не церковных и много тех, которые дезориентируют людей, в частности, вот так называемый день влюбленных, который вчера навязывался всем нам. И день православной молодежи, который на праздник Сретенья совершается, он необычный, потому что о нем мало кто знает, но он призывает молодых людей, в особенности в храмы, дабы они укреплялись божественной благодатью и проходили свое жизненное поприще в том состоянии, в которое их Господь призывает. В честь праздника епископ Ефрем передал в дар храму икону святой мученицы Татьяны с частицей мощей. Самое ценное, что есть в этой иконе, это частица ее святых мощей, которую также, наверное, это без сомнения, святая мученица Татьяна управила, чтобы она попала в стены Хабаровской духовной семинарии, где именно по этому поводу была написана ее икона. И, дождавшись своего времени, святая мученица Татьяна, небесная покровительница православной молодежи, студенчества, тех, кто учится и тех, кто преподает, посетила сей святой храм. И нам остается только лишь совершить малое действие, передать и самостоятелю, и прихожанам храма, и всем, кто учится рядом с Татьянинским храмом города Хабаровска, который входит в храмовый комплекс преподобного Серафима Сыровского, пожелать, чтобы все те молодые люди, окружающие данный храм, не оставались равнодушными к нему, а взрослые люди, пожилые люди побуждали молодежь, чтобы они хотя бы иногда заходили в храм. Икона была создана в мастерской духовной семинарии нашей хабаровской иконописицы Иннокеней Ириной, а частица мощей была привезена из троицы Сергиевой Лавры. 15 февраля в праздник Сретения Господня в галерее Хабаровской духовной семинарии обновилась экспозиция. Давний друг духовной школы художник Александр Лепетухин представил на суд зрителей третью часть своей выставки «Путь» на библейские сюжеты. Художник изображает эпизоды, связанные со Святой Землей, с ветхозаветным временем, со временем земной жизни Иисуса Христа. И сегодня она открывается в праздник Сретения Господня, который в богословском осмыслении является праздником встречи Ветхого и Нового Завета. И вот это очень символично, потому что на данных произведениях можно видеть сюжеты как Ветхого Завета, так и Нового. И самое интересное то, что это осмысление современным авторам тех событий, которые были в глубокой древности, но которые каждый раз актуализируются, когда православные христиане собираются на богослужение. По идее, это нужно, конечно, было бы бросать и с другой темы браться, но вот какая-то сила не дает бросить. Такое впечатление, что жалко расставаться с героями Евангелия. И потом такое впечатление, что я все равно ничего толстого не понимаю. И рисуя, можно попытаться понять. Вот еще такая вот вещь. На создание этой серии графических работ художника вдохновило путешествие на Святую Землю. Зрители признавались, у них возникало ощущение, что Александр Петрович изобразил события, очевидцем которых был сам. А художник говорит, во время работы над картинами в его жизни происходили пусть и небольшие, но самые настоящие чудеса. Есть духовный мир, и когда вот эти вещи делаешь, начинают какие-то события в жизни случаться. Ну, там, или искушения, или наоборот, что-то хорошее случается. Ну, мне кажется, да. Маленькие чудеса изредка бывают. Ну, то есть, как бы, интересно жить становится. Выставки в галерее духовной семинарии обновляются регулярно, раз в три месяца. Среди местных художников, как и профессионалов, так и любителей, немало желающих представить здесь свои работы. Руководство семинарии с радостью принимает такие предложения. Причем тематика выставок может быть самой разнообразной. Не обязательно на тему, связанную с храмами, священной историей. Семинария – это место, где готовятся пастыри для служения в современных условиях. И каждый выпускник семинарии, вместе с тем, что он должен знать глубины священного писания, глубины богословия, он должен быть и современным человеком. Поэтому наша галерея в полном смысле может именоваться галереей современного искусства и не обязательно напрямую связанная с священным писанием, с богословием. А еще практически после каждой выставки художники дарят какую-нибудь из своих работ семинарии. Так что в духовной школе уже собралась солидная коллекция картин. 11 февраля епископ бикинский Ефрем провел богослужение в новом облачении. В Ризничной Хабаровской духовной семинарии две мастерицы закончили скрижали, вышитые золотыми нитями на красном бархате. Мы встретились с владыкой Ефремом и попросили поподробнее рассказать об епископском облачении и его символике. Обязательным атрибутом облачения епископа является мантия. И в отличие от обычной мантии монашеской, она имеет большую длину и по-особому украшается. Если мы возьмем мантию архимандрита, то увидим на ней так называемые скрижали, как правило верхние с изображением креста, и нижние, которые не имеют никаких изображений. Скрижали имеют духовный символ, и прежде всего они напоминают самому священнослужителю и тем, кто с ним соприкасается, что он совершает свое служение в соответствии со скрижалями завета, то есть заповедями. На мантии епископа, помимо скрижалей, еще помещаются источники. Это белые и красные ленты, которые говорят о том, что епископ является источником вероучения в церкви, главным толкователем священного писания. И вот на нашей епископской мантии, которая сейчас в работе, впоследствии будут такие источники размещены в виде белых и красных лент. Помимо символики, естественно, любое облачение, оно должно иметь и высокую эстетику, нести культуру. Поэтому всегда богослужебные облачения епископа, так впрочем, и любого священнослужителя, они очень красиво, изящно оформляются. Поскольку служение первого проректора в семинарии, естественно, неразрывным образом связано со всем, что соотносится с семинарией, разрабатывая дизайн скрижали для мантии епископа, проректора семинарии, мы взяли на верхней скрижали крест, который хорошо известен семинаристам и друзьям в семинарии. Когда мы подходим к главной нашей святыне, ковчегу, с частицей животворящего Древа Креста Господня, то видим изображение такого креста, маленький ковчежевец, для хранения святыни, частицы Древа Креста Господня. И этот крест давно уже стал символом Хабаровской духовной семинарии. Поэтому именно данную форму мы взяли на верхние скрижали, которые должны содержать крест. Ну а на нижних скрижалях епископа, в отличие от скрижалей мантии архимандрита, где нет никаких изображений вензелей, на мантии епископа, как правило, изображаются вензеля, которые говорят о титуле епископа, епископ, архиепископ, митрополит. То есть, соответственно, буквы Е, А или М, и вензель, первая буква имени. Есть очень древняя традиция, и на некоторых музейных мантиях она зафиксирована, когда под вензелями изображаются даты, связанные с рукоположением или с избранием епископа. И вот на нашей мантии по церковно-славянски, а в церковно-славянском языке буквы обозначают целые числа, мы изобразили год моего избрания. Во епископа это 7520 год от сотворения мира, как это принято в летоисчислении церковном, и 2011 год от Рождества Христова, как это принято сейчас в нашем гражданском обиходе. Данная мантия, когда она уже будет полностью готова, поскольку имеет черный цвет, будет надеваться для великопостных богослужений. И сейчас на пути к Великому посту мастерицы нашей семинарии, это две рабы Божьи и Натальи, прилагают максимум усилий, чтобы к первой седмице Великого поста успеть. И вот такой новый элемент облачения порадовал не только самого служителя, но и всех, кто будет приходить в храм. Надо сказать, что скрижали у мантии в дореволюционной практике имели разный цвет, и они показывали особенность сана архиерея, епископ, архиепископ или митрополит, и также цвет был обусловлен местностью совершения служения. Сейчас остался красный, либо другой цвет, так или иначе связанный с красным, вишневый, темно-вишневый, бордовый. И этот цвет, цвет огня, цвет горения, поскольку сами скрижали обозначают символ, связанный со скрижалями Завета, а заповеди, которые в скрижалях Завета запечатлены, они прежде всего дают горение в сердце человека, горение веры. Поскольку эти скрижали ручная работа, это труд золотошвейки, который требует тщательности, усердия, молитвы, сопряженной с трудом, то они делались в течение двух месяцев. То есть не так быстро, как, например, может изготовить станок с современным программным управлением. Ну и богослужебные облачения, они, конечно, изготавливаются практически из такого же материала, что и облачения священника, но имеют разную форму. Вот сакос епископский, он обозначает ангельское состояние, которое должен облечься каждый епископ, совершая богослужение, опять же, отрешенность от мира. И вот его форма, она обусловлена прежде всего удобством при совершении богослужения, чтобы рукава не мешали священодействовать. Ну и, конечно, цвет, внешние элементы убранства, они призваны прославлять Бога, напоминать о красоте горнего мира. И поверх епископского облачения надевается амафор, это широкая длинная лента, которая говорит об апостольской преемственности, поскольку каждый епископ, когда он поставляется, получает апостольское преемство, благодать, восходящую к самим апостолам. Ввиду того, что богослужение у нас совершается очень и очень торжественно, и сам образ совершения богослужения должен напоминать о красоте горнего мира, призывать каждого человека устремляться в горний мир, то епископское облачение, помимо украшений, еще снабжается такими бубенцами, которые при богослужении, с одной стороны, обращают внимание на архиерея, совершающего богослужения, а с другой стороны, призывают к тому, чтобы человек не отвлекался на посторонние мысли во время молитвы, но имел такое же сосредоточение за богослужением, какое бывает у предстоятеля совершающего службу. Здравствуйте! Сегодняшний наш разговор будет посвящен женщинам. Здравствуйте, дядя Цыгарь! Есть такое мнение, что верующим женщинам нельзя быть красивыми, надо как-то так одеваться серо, невзрачно, не пользоваться косметикой, не следить за собой. Вот откуда вообще пошли такие слухи, и есть ли в них какая-то доля правды? Ну, в этом вопросе, как и в любом другом вопросе, есть крайности, а есть здравый смысл и подход. Полностью отказываться от ухода за собой, за своим телом, надеждой и так далее. Какой в этом смысл? Вы знаете, наверное, здесь есть часто ригоризм некий, который лишь подчёркивает какую-то внутреннюю гордость или превозношение над другими, что вот, мол, я такая или такой вот, могу как-то вот так вот скромным быть, мало одеваться, плохо выглядеть. С другой стороны, излишества в одежде, в косметике, ну и в храме, и вообще в жизни, наверное, не очень удобны. Тут уж нужно понимать, что для христиан, когда он, неважно, мужчина это или женщина, когда они начинают жить церковной жизнью, у них появляется некий такой особый смысл в жизни, который позволяет, ну, меньше внимания уделять неким таким вот внешним проявлениям, там, красоты, здоровья или ещё что-то. Почему? Ну, потому что рядышком появляется Бог с человеком и второстепенно уходит на второй план. Вот, поэтому давайте во всём соблюдать меру, и в косметике, и в отношениях, там, в одежде, ну, и в любом другом вопросе. И этим золотым средним путём, серединным, ну, дойдём к Богу в Его Царствие Небесное. Спасибо, отец Игорь. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о женщинах. До свидания. Икона Пресвятой Богородицы Воспитания относится к типу Адигитрия, то есть путеводительница в переводе с греческого, и, как на всех иконах подобного типа, на ней изображена Пресвятая Богородица, на одной своей руке держащая своего Сына, Господа Иисуса Христа, а другой, указывающей нам на Него, как на путь ко спасению. В напоминании Его слов «Я есмь путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит ко Отцу, как только через Меня». Вот особенностью этой иконы является то, что на ней и Господь, Богомладенец Христос, также в ответ указывает рукой на свою Матерь. В напоминании нам о том, что она является общей Матерью всех христиан, нашей с вами духовной воспитательницей. Оригинал этой иконы до 1917 года находился в Казанском соборе города Москвы. После революции он был, к сожалению, утрачен. В свое время он сам был списан, сделан в качестве списка с древней византийской иконы, но о свое название «Воспитание» получил уже на Руси, поскольку родители молились при Святой Богородице перед ее чудотворным образом именно о воспитании своих детей, о том, чтобы они выросли настоящими христианами, настоящими православными людьми. Этот список, который находится в Иннокентьевском храме города Хабаровска, был сделан на средства, собранные родителями детей, которые обучаются в воскресной школе нашего прихода. Один из хабаровских иконописцев написал этот образ, и с тех пор у нас появилась традиция еженедельно совершать акафисты перед этой иконой молиться при Святой Богородице о детях и тех, которые учатся в нашей воскресной школе, и вообще о всех детях для того, чтобы они выросли достойными людьми и настоящими христианами. 21 февраля – отдание праздника Сретения Господня. 22 февраля – обретение мощей святителя Иннокентия Иркутского. 24 февраля празднуется память преподобного Дмитрия Прилуцкого, чудотворца. Он родился в богатой купической семье в Переславле-Залесском. Приняв постриг, святой основал Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом. В 1354 году Дмитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским. Под его влиянием преподобный решил удалиться в глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на север. Неподалеку от Вологды, в уединенном месте, преподобный Дмитрий решил создать первый на русском севере общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью согласились помочь святому. В 1371 году воздвигнут был деревянный Спасский собор и начала собираться братья. Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у Прилудского игумена с милосердием. Он кормил нищих и голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его был лишь хлеб с теплой водой. Даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп. До глубокой старости ходил вместе с братьями на общие работы. Скончался преподобный в глубокой старости 11 февраля 1392 года. Чудеса от мощей святого Дмитрия начались в 1409 году. И в 15 столетии почитание его распространилось по всей Руси. 25 февраля чествуется Иверская икона Божией Матери. 25 февраля также празднуется память святителя Алексея, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok